Добрый день! Меня зовут Максим Поташов и сегодня наш вебинар посвящен теме продаж 30 июня. В школе бизнеса «Синергия» состоится мой семинар, освященный теме «Эффективные продажи», и там мы очень подробно обсудим все аспекты, связанные с продажами. А сегодня я хочу поговорить о самой животрепещущей теме – это продажи и управление продажами в период кризиса. На данный момент все мы знаем, что, как сейчас принято говорить, дно кризиса пройдено и потихонечку мы вступаем в фазу стабилизации и медленного роста. Тем не менее, кризисные эффекты в бизнесе и в продажах, в частности, они все еще присутствуют и заставляют строить деятельность компаний на российском рынке с учетом тех особенностей, которые накладывает этот непростой период. Есть такое известное, уже ставшее расхожим выражение, тиражируемое из книги в книгу, что китайский иероглиф, означающий кризис, он состоит из двух иероглифов. Иероглифа со значением «опасность» и иероглифа со значением «возможность». На самом деле это неправда, ничего подобного в китайском языке нет, но не случайно это заблуждение, возникшее примерно полвека назад, оно повторяется из одной бизнес-книжки в другую, потому что в этом есть действительно глубокий смысл. Кризис – это не только время рисков, не только время опасности для бизнеса, но и время возможностей, если правильно воспринимать эту ситуацию и правильно использовать те обстоятельства, которые открываются перед компаниями. Но прежде чем эту возможность использовать, конечно, компания должна выжить. А выживание компании в этот период фитическим образом зависит от того, как у нее построены продажи и от того, как себя чувствуют ее клиенты. Любая современная компания, она зависит от своих клиентов в очень большой степени и вынуждена так или иначе учитывать их потребности, особенности потребительского поведения, социодемократические параметры, привычки и так далее. Но именно в период кризиса учет потребностей клиентов и стремление компании максимально точно этим потребностям соответствовать становится особо важным. И поэтому разговор о продажах в период кризиса мы начнем с того, что попробуем понять, чего от компаний в этот период ждут их клиенты. Вот по результатам опросов, проводившихся буквально в последние два года, можно выделить основные ожидания клиентов, чего они, собственно, хотят от компаний, с которыми взаимодействуют, которые предлагают им те или иные товары или услуги. Во-первых, оперативности. Любые обращения клиентов в этот период особенно должны обрабатываться максимально быстро и клиент должен получать четкий, внятный, понятный ответ от компании, в идеале конкретное четкое коммерческое предложение. Ни в коем случае компания не должна в этой ситуации прятаться за контакт-центром, создавать дополнительные линии обороны, которые отсекают тех или иных клиентов. Именно сейчас компания должна максимально оперативно отвечать на любые вопросы и запросы и использовать любую возможность, любой контакт с клиентом для углубления отношений с ним и в конечном итоге продажи. Если возникает проблема, если у клиента есть жалобы, если возникли сложности в их взаимоотношениях с приобретенным компанией продуктом, эти проблемы должны решаться максимально быстро, максимально оперативно. И если уж решить не удалось, опять же, компания не должна клиента обманывать, а должна четко ему объяснить, что и почему не получается, перед ним извиниться. Очень важна в этот период персонализация. Клиенты вполне отдают себе отчет в том, насколько сильно от них зависит будущее и просто выживание любой компании в этот период. Поэтому вправе требовать от компаний особого персонального подхода, особой гибкости, готовности учитывать их специфические потребности, готовности делать скидки, уступки, компромиссные предложения и так далее. Наконец, очень важно, чтобы компания постоянно работала над своим продуктом. Дело в том, что вот в этот период, когда платежеспособный спрос у населения заметно падает, естественно, желание людей приобретать не самые нужные, не самые важные для них товары и услуги сокращается. Люди покупают то, что действительно нужно, это во-первых, а во-вторых, стараются не тратить свой ограниченный финансовый ресурс на низкокачественные товары, низкокачественные услуги. Именно поэтому в этот период компания должна серьезно работать над качеством своих продуктов и над качеством своего сервиса. Какие основные действия, так или иначе касающиеся продаж, должна предпринимать компания в этой ситуации? На что должны быть направлены ее основные усилия? Во-первых, тщательный анализ всех бизнес-процессов, связанных с продажами и клиентским сервисом. В этот период компания не может себе позволить нести излишние затраты на поддержку продаж, на, соответственно, поддержку клиентского сервиса. Соответственно, все эти процессы должны быть оптимизированы таким образом, чтобы избыточные затраты были сокращены. Но при этом ни в коем случае не должно падать качество, предоставляемое клиентам услуг. Иными словами, в этот период основной фокус должен быть на сокращении расходов при сохранении и даже повышении качества продаж и сервиса. При этом, несомненно, невозможно в условиях ресурсного финансового дефицита бежать за всеми зайцами и решать все бизнес-задачи одновременно. Поэтому необходима четкая приоритизация. Эта приоритизация касается и стратегических целей, которые стоят перед компанией, выхода на новые рынки, заключения новых партнерств и так далее, вывода на рынок новых продуктов. А также приоритизация должна касаться клиентов. Обязательно нужно выделить тех ключевых клиентов, от которых зависит критичным образом бизнес компании. И на них сделать особый акцент. Управление дебиторской задолженностью. Это один из важных критериев выделения тех клиентов, с которыми компания должна взаимодействовать в этот период особенно активно, качественно и плотно. Те клиенты, которые задерживают оплату, естественно, оказываются для компании менее приоритетными. В другой, более стабильной ситуации, компания может более терпимо относиться к таким клиентам, рассчитывать на то, что в будущем они станут клиентами более качественными и проблем с ними не будет. И, исходя из этого, рассматривать их как задел на будущее и стараться все-таки поддерживать с ними тесные отношения. В кризисный период такие клиенты, естественно, должны быть первыми, кем компания жертвует, расставляя приоритеты. Управление ассортиментом и ценообразованием. Действительно, именно в этот период компания должна очень серьезно задуматься о том, действительно ли ей необходимо предлагать рынку и активно продвигать всю ту продуктовую линейку, которую она в принципе может предложить. Или все-таки и здесь необходимы жесткие приоритеты. Необходимо выделять те продукты, которые сегодня обеспечивают компании основную прибыль. И те продукты, которые действительно для компании стратегически важны и могут принести серьезный рост в будущем, когда кризис закончится. Продукты, которые на сегодняшний день являются наименее маржинальными и не имеют существенных перспектив, возможно, следует из этой продуктовой линейки исключить. То же самое касается ценового фактора. Те продукты, которые оказываются существенно дороже среднерыночной цены, явно в этой ситуации не будут пользоваться спросом, их не получится эффективно продавать. А на самом деле, хотя кажется парадоксальным, но практически у любой компании есть такие продукты. Практически всегда акцент делается на вот те продукты, которые приносят компании наибольший доход. А есть еще какие-то, которые компания держит в своем прайс-листе, в своей продуктовой линейке, в надежде, что кто-нибудь когда-нибудь их купит. Но каждый такой продукт, он все равно нуждается в определенной поддержке. И это ресурсы, которые в кризисной ситуации тратить чаще всего не следует. Реструктуризация клиентской базы. Ну вот об этом я поговорю чуть позже более подробно, потому что это вопрос действительно ключевой. Контроль объемов и периодичности отгрузки. Тут основная идея заключается в том, что компания должна добиваться максимально быстрой оборачиваемости своих продуктов и стараться избежать ситуации, когда продукты задерживаются, залеживаются на складе. Потому что это на самом деле один из основных ресурсов, один из основных факторов оптимизации и экономии. Урезание костов, которые в кризисной ситуации компании необходимы. Чем быстрее продукты исчезают со склада, тем меньше приходится платить за их хранение. И соответственно, тем эффективнее продажи и вся система бизнеса компании в целом. Опять-таки в равновесной спокойной ситуации компания может не тратить ресурсы на оптимизацию складской деятельности, на то, чтобы добиться максимально высокой скорости оборачиваемости продукта на складе. А в ситуации кризиса деваться некуда, этим приходится вплотную заниматься. Активное продвижение топ-ассортимента и вывод на рынок продуктов для захвата рынка. Вот здесь мы вернемся к тому, с чего я начал. К тому, что действительно кризис предоставляет любой компании серьезные возможности. В первую очередь, эти возможности связаны с тем, что часть конкурентов не выдерживает эту ситуацию, уходит с рынка и освобождает рыночные ниши, на которые компания, которая чувствует себя относительно прочих неплохо, имеет хороший шанс войти. Поэтому, если у компании есть ресурс, превышающий ресурсы основных конкурентов, имеет смысл именно в этот период активно продвигать, вкладывать деньги в продвижение самых интересных, самых маржинальных, самых перспективных для компании продуктов и выходить на новые рыночные сегменты, которые освобождаются из-за ухода части конкурентов. В этой ситуации войти в эти сегменты может оказаться существенно дешевле и проще, чем тогда, когда экономика находится в фазе роста и, соответственно, конкуренция возрастает. И еще одна очень важная возможность связана с человеческим фактором. Период кризиса в связи с уходом части компаний с рынка, в связи с тем, что часть компании на рынке остается, но вынуждена сокращать персонал или экономить на материальном стимулировании персонала, классные продавцы оказываются на рынке, на свободном рынке в поисках работы. И, соответственно, у компании, которая относительно конкурентов неплохо себя чувствует, появляется возможность заполучить этих продавцов, причем зачастую вместе с их клиентскими базами, вместе с теми клиентами, с которых уже у этих продавцов установились личностные доверительные отношения и, соответственно, они могут этих клиентов вместе с собой привезти в компанию. И теперь уже конкретно о продажах. На чем следует именно в продажах делать акцент вот в этой кризисной ситуации. Еще раз скажу, что ключевой момент – это анализ, реструктурирование клиентской базы. Опыт показывает, это такая эмпирическая оценка, но она реально работает, что здесь действует правило 70 на 30. Знаете, наверное, что известный принцип Парета, который действует во многих областях жизни, он говорит о том, что 20% применительно к клиентской базе, 20% клиентов приносят 80% прибыли. Здесь немножко другая ситуация, более мягкая, скажем так. 70% обычных клиентов – это то ядро клиентской базы, тот основной набор, без которого компании выжить сложно. Когда у компании остается вот менее 70% ее исходной докризисной клиентской базы, эта ситуация опасная. Это значит, что компания на грани очень тяжелых времен. Поэтому вот лучшие 70% клиентов, их нужно стремиться удержать и удержать любой ценой. А остальные 30%, в идеале, конечно, и они должны остаться. Но если становится понятно, что на удержание всех 100%, включая эту часть клиентской базы, потребуется слишком много усилий, слишком много ресурсов, соответственно, этого делать не нужно. Это не значит, что их нужно просто вычеркнуть, забыть и так далее. Но взаимоотношение с ними должно перейти в поддерживающий режим без активных продаж, активного предложения новых продуктов, активного взаимодействия и установления личностных связей. Если они останутся в такой ситуации, то хорошо. Если уйдут, это не станет для компании жизненно важной потерей. В продажах, в формулировании продающих предложений, в этой ситуации очень важно делать акцент на экономию для клиента. Еще раз скажу, что главная проблема для бизнеса в кризис – это падение платежеспособного спроса у населения. Соответственно, предлагая ему тот или иной продукт, ту или иную услугу или товар, очень важно дать клиенту понять, почему это приобретение будет для него выгодным, где и как он сможет сэкономить. Если не сегодня, если не удается показать, почему это предложение существенно дешевле, чем другие имеющиеся на рынке, не всегда компания может действительно предлагать демпинговые цены, и не всегда это нужно делать. То акцент можно делать на экономии в будущем. На том, что поддержка, обслуживание, обновление этого продукта для клиента окажется бесплатным или, по крайней мере, дешевле, чем у конкурентов и так далее. Показать, где он сможет сэкономить на каких-то побочных издержках, приобретя этот продукт. Этот аргумент в продажах актуален всегда, но в кризисной ситуации он приобретает особое значение и становится особенно актуален. Для ключевых клиентов нужно потратить максимум усилий на разработку привлекательной программы лояльности. Программа лояльности – это практически всегда вовлечение клиента в некую игру с компанией. Вообще, лояльным имеет смысл считать того клиента, который готов совершать те или иные усилия дополнительные или совершать какую-то покупку приобретения с определенными для себя неудобствами ради того, чтобы купить у данной компании. Таким примером может быть ситуация, когда я, как лояльный клиент аэрофлота, готов платить несколько больше за билет на самолет или лететь не самым удобным для себя рейсом, потому что мне не хочется терять те бонусные мили, которые я получу, если полечу, соответственно, рейсом своей любимой компании. Смысл в том, что я уже вовлечен в эту систему. Я уже накопил определенное количество миль, которые могут затем быть конвертированы либо в бесплатный полет, либо, что для меня более важно, в золотую карту. И, соответственно, каждый следующий рейс я уже, приобретая билет, соотношу это со своим желанием заработать очки в этой системе лояльности. Или другой пример, когда человек едет за покупками в магазин, для чего ему нужно совершить некий крюк, допустим, по дороге домой с работы, а не совершает эту покупку в соседнем доме в магазине с шаговой доступностью. Делает это потому, что он копит некие баллы, хочет получить какой-то материальный подарок от той сети, где он обычно покупает, или более серьезную скидку и так далее. Чаще всего человек на самом деле, материальный выигрыш, который с этого получает, он вряд ли может компенсировать те усилия и даже дополнительные затраты, которые он тратит на то, чтобы оставаться в системе лояльности данной компании. Но все равно делает это, потому что, еще раз повторю, это некая игра, в которую человек уже втянут и будет оставаться в ней до тех пор, пока будет получать от компании определенное материальное и психологическое подкрепление своей лояльности. Соответственно, в кризисный период вот эта система лояльности должна быть ориентирована в первую очередь на самых ценных, ключевых, якорных клиентов, от которых существенно зависит общая маржинальность бизнеса компании. При этом создание системы лояльности для менее интересных клиентов на самом деле тоже имеет смысл, потому что с точки зрения затрат для компании обычно это окупается, окупается практически всегда. Создание системы лояльности не столько затратная, сколько творческая задача, а на творческих усилиях как раз экономить в кризис не нужно. Активный выход в эконом-сегмент. Действительно, даже компании, которые ориентированы на лакшери-сегмент, на средний класс, в кризисный период стараются иметь в своей продуктовой линейке предложения, адресованные экономическому сегменту. Это связано с тем, о чем я уже не раз говорил, с падением общим платежеспособного спроса населения. Соответственно, даже те клиенты, которые относятся к более высоким сегментам по доходам, в кризисный период склонны экономить и покупать более дешевые продукты, если это не сопряжено с резким падением качества. Типичный пример. В период кризиса даже дорогие рестораны часто вводят у себя бизнес-ланчи, стараясь привлечь тех клиентов, которые в другой ситуации в этот ресторан не пойдут, и, соответственно, создавая для них относительно дешевое предложение. Часто очень дешевое по сравнению с основным меню этого ресторана. Точно так же дорогие бутики в этот период часто проводят весьма дешевые распродажи, опять же, привлекая ту категорию клиентов, которая в условиях экономического роста большого интереса для них не представляет. И это касается практически любой отрасли и любого типа бизнеса. Помимо выхода на клиентов из более низкого сегмента, часто имеет смысл уже существующих клиентов переключать вниз, что называется, по продуктовой линейке. То есть предлагать им более дешевые варианты, более дешевые решения по сравнению с тем, которые они традиционно покупают. Опять-таки, в другой экономической и психологической ситуации для многих клиентов это стало бы даже легким оскорблением и точно не вызвало бы у них позитивной эмоциональной реакции. А вот в период кризиса даже люди, у которых в принципе средств хватает, склонны их экономить и благодарны компании, которая дает им такую возможность. Особенно если это та компания, с которой они привыкли взаимодействовать, им нет необходимости менять поставщика товаров и услуг, переключаться на какие-то другие продукты, которые действительно заставят их ощутить себя психологически некомфортно от того, что они уходят из привычной ценовой зоны. Такое предложение от компаний, которые воспринимают как свою, они, соответственно, будут воспринимать лучше и легче. Как я уже сказал, в кризис часто имеет смысл выходить в новые рыночные ниши и в том числе на новые географические рынки, открывать филиалы там, куда раньше компания не заглядывала. В первую очередь это касается компаний, работающих в крупных городах, которые традиционно ориентированы на целевую аудиторию жителей мегаполиса. Многие из них именно в этот период создают отделения или организуют выездные продажи в городах, населенных пунктах сильно меньше, потому что возникает действительно насущная необходимость привлекать дополнительную клиентскую базу. Той базы, которой есть, уже не хватает. А с другой стороны, закрепившись именно в этот период в других географических сегментах, можно этим пользоваться в течение достаточно долгого времени. И опять-таки выход в эти географические сегменты в период кризиса может оказаться сильно дешевле, чем в другие времена. Например, потому что, как я уже сказал, доступны кадры на рынке, можно нанять достаточно качественных продавцов и достаточно дешево, можно арендовать и покупать помещения для торговых точек существенно дешевле, чем в период стабильности и роста. И так далее. Очень важная вещь – это смягчение условий сотрудничества. Если в другой экономической ситуации компания может быть в некоторых вопросах во взаимоотношениях с клиентами непреклонна требовать определенный процент жестко фиксированной предоплаты, требовать выполнения ряда финансовых и других условий, то в период кризиса, конечно, компания должна идти за клиентом и идти на компромисс с клиентом. Предлагать ему разнообразные скидки, рассрочки, что очень важно, удобные ему формы оплаты и взаимодействия, удобные для клиента формы доставки. В этот период выходит на первый план удобство доставки, связанное опять-таки с затратами клиента на необходимость приехать в офис компании. Даже это, если период не все могут себе позволить приехать в офис, магазин и так далее для приобретения продукта. Соответственно, если есть бесплатная доставка на дом, это становится в этот период тоже очень существенным преимуществом для компании. И на этом не стоит экономить. Наконец-то структуризация системы сбыта. Что я имею в виду? Я имею в виду в первую очередь заключение новых партнерских отношений с различными торговыми сетями, дилерскими сетями и так далее, которые в связи с уходом, как я уже сказал, с рынка, компаний, не выдерживающих конкуренцию, не имеющих достаточную финансовую подушку, они сами испытывают потребность в новых партнерских отношениях и готовы заключать их на гораздо более выгодных для компании-поставщика товаров и услуг условиях. И опять-таки эта возможность, она может стать для компании очень важной и в будущем. Потому что заключенные на выгодных условиях в период кризиса партнерские отношения, они сохранятся и в дальнейшем и пересмотреть их в сторону ожесточения, даже при изменении экономической ситуации, партнеру будет уже не так просто. Наконец, что касается управления продажами. Действительно, в связи с тем, что в период кризиса все бизнес-процессы, связанные с продажами, должны быть оптимизированы и должны стать максимально эффективными, качественное управление продавцами выходит на первый план и становится очень важным. В первую очередь, необходимо личное участие, личный пример, личная заинтересованность руководителя продавцов в их непосредственной, практической, повседневной деятельности. Соответственно, важно и правильно, чтобы в этот период руководитель отдела продаж сам принимал активное участие в этом процессе, совершал визиты к ключевым клиентам, помогал своим продавцам работать, своими глазами видел все возникающие у них проблемы и старался эти проблемы на месте решить. Очень важно, чтобы в этот период продавцы как можно больше времени и усилий тратили на свою непосредственную главную деятельность и меньше времени, меньше сил уделяли различным сопутствующим действиям, таким как оформление различных отчетов, ввод данных в информационные системы компании и так далее. Это достигается двумя мерами. Во-первых, нужно вкладываться, и это полезно всегда, но в кризис особенно, в обучении продавцов, в то, чтобы все эти действия у них были доведены до автоматизма и как можно меньше их отвлекали непосредственно от продаж, ну а во-вторых, количество необходимых отчетов вообще в этот период должно быть сокращено. Тем не менее, нужны оперативные инструменты контроля, и если ситуация стабильности и роста обычно выполнение плана оценивается ежемесячно, а то и ежеквартально в период кризиса, это нужно делать еженедельно для того, чтобы постоянно держать руку на пульсе и при необходимости вносить требуемые коррективы в работу всех продавцов компании, помогать им и отсеивать тех из них, кто не справляется со своими задачами, потому что, как я уже сказал, в этот период на рынке качественных продавцов и достаточно дешевых много, соответственно, тех, кто оказывается неэффективен, в этот период нужно заменять. Отдельная очень важная задача это специальные KPI, специальные целевые показатели по привлечению новых клиентов. Это в период кризиса должно стать одной из ключевых задач для всех продавцов, потому что клиенты появляются в связи в первую очередь с уходом тех или иных компаний с рынка, это значит, что их можно перехватывать и эти новые клиенты они очень важны и для бизнеса компании сегодня и особенно для будущего. Поэтому вот эта задача поиск и продвижение новых клиентов становится для продавцов одной из важнейших задач и ее выполнение должно контролироваться отдельно. Ну и наконец очень важный вопрос связан с тем, что продажи не существуют в изолированном от прочих подразделений компании пространстве. Продажи это наконечник копья и на то, чтобы этот наконечник попал точно в цель, то бишь в клиента, для этого все подразделения компании должны крепко сжимать древко этого копья, направлять его в цель и поддерживать продажи всеми возможными способами. Поэтому очень важно взаимодействие подразделения продаж в этот период с маркетингом, с финансистами, с логистами, с отделом закупок, с юристами и так далее. Одна из ключевых проблем современного бизнеса заключается в том, что, как говорил Аркадий Райкин, я отвечаю за пуговицы. Пуговицы претензии есть? Нет? Тогда ко мне нет вопросов. И очень много я наблюдал таких ситуаций в самых разных компаниях, когда, например, финансисты отвечали за то, чтобы вся финансовая отчетность соответствовала законодательству, чтобы никакие действия в компании не совершались с нарушениями, чтобы все четко планировалось, но при этом результат работы компании их особо не интересовал. Если возникала какая-то нестандартная сделка, требующая от компании того или иного творчества в рамках закона, естественно, финансистам проще всего было сказать, что нет, так не получится. Точно так же часто ведут себя в различных компаниях юристы. Говорят, что вот такое это действие незаконно и считают, что на этом их миссия исчерпана. На самом деле правильные финансисты, правильные юристы и все остальные тоже подразделения должны не просто сказать, что так делать нельзя, а предлагать решение. Искать способы, как все-таки сделать, провести сделку, получить клиента, осуществить продажу, не выходя за рамки установленных норм, правил и законов. И вот этого подхода соответственно в кризис необходимо, жизненно необходимо от всех подразделений компании добиваться. Это задача в первую очередь руководства, но руководство продаж должно постоянно об этом напоминать и ставить перед лицами принимающими главные стратегические решения в компании эту задачу. Добиваться от всех подразделений максимальных усилий, направленных на поддержку продаж. Вот собственно все, что я хотел рассказать вам сегодня, очень кратко. Еще раз скажу, что подробно все аспекты продаж мы будем обсуждать на семинаре 30 июня. Сейчас я буду рад послушать ваши вопросы. Добрый вечер, меня зовут Юра. У меня такой вопрос. Все очень хорошо и как-то звучит очень по-классически. Но когда кризис и ресурсов тоже нету, их тоже мало. А как здесь быть? Опять-таки какой товар выбрать? Вы коснулись больше компаний, скажем, это не розничный магазин, наверное, когда клиенты ходят или не ходят, или перестают ходить, когда приходится модель менять, какую-то вообще бизнес-модель. И вот ограниченность ресурсов на привлечение клиентов, новых, на привлечение кадров продающих. Хорошо, вот с этим как быть? Окей, ну, смотрите, значит, во-первых, все-таки об этом довольно много говорил, сейчас попытаюсь более концентрированно еще раз обозначить некоторые вещи. Первое. по поводу ресурсов. Что необходимо делать? Это оптимизировать издержки, очень внимательно изучать, на что компания тратит деньги и сокращать безжалостно те статьи расходов, которые на сегодняшний день не являются для нее жизненно необходимыми. Второе. Пересматривать свою продуктовую линейку и делать акцент на более дешевых продуктах, которые на данный момент лучше соответствуют платежеспособному спросу населения. Третье. Переключаться на более низкие сегменты целевой аудитории по доходам. Это вот то, что связано непосредственно с продажами. Что касается продвижения, стандартный ответ на этот вопрос в ситуации, когда не хватает на продвижение ресурсов, нужно переходить к методам партизанского маркетинга, то есть маркетинга без бюджета. Но тут правда надо иметь в виду, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и бесплатного маркетинга тоже не бывает. Суть партизанского маркетинга в том, что денежные затраты, связанные с классическими методами продвижения, они подменяются творчеством. приходится тратить время, тратить интеллектуальный ресурс на то, чтобы придумывать эти нестандартные пути, нестандартные методы и так далее. Еще раз скажу, что вот на этом кризис сэкономить не получится. Как раз наоборот, нужно думать, искать нестандартные идеи и решения как можно более интенсивно. Что еще для компаний, у которых действительно сложности с ресурсами и финансированием. Еще раз скажу, внимательно посмотреть на своих клиентов, если у нее есть уже клиентская база, и сконцентрироваться на тех, которые для нее действительно важны. То же самое с ее продающими мышленностями. С продавцами нужно тщательно проанализировать эффективность каждого из них и от тех, которые не могут обеспечить необходимую эффективность, к сожалению, избавляться. Заменяя их другими с рынка, потому что, еще раз скажу, на рынке продавцы в этот момент есть, или даже не заменяя. Часто имеет смысл немножко схлопнуть продажи ради их большей эффективности. Ну вот в общих чертах так, на самом деле очень долго можно еще на эту тему говорить, но я надеюсь, что основные мысли до вас донес. У Анны вопрос из чата. не будет ли больше вреда дисконтных предложений в сегменте премиум недвижимости? В сегменте премиум недвижимости может быть от этого вред, безусловно. Но тут дело в том, что это такой специфический рынок, на котором не так уж много игроков, и для них стратегия все-таки выстраивается персонально. Я не готов сейчас консультировать компанию, работающую на таком специальном лакшери рынке, потому что чтобы четко ответить на ее вопрос, нужно знать не всю подноготную этой компании, но реально многое о том, как она работает, какими медными продвижения пользуются, что там у нее реально за элитная недвижимость. В определенных ситуациях может быть полезно снижение цены, а в других ситуациях нет. Тут я не готов давать общие ответы. Спасибо. Еще один вопрос из чата. Как часто нужно проводить встречи с ключевыми клиентами, как вы уже говорили сегодня? Это, опять же, очень сильно зависит от специфики бизнеса. Если, например, бизнес носит сезонный характер, когда клиенты покупают тот или иной продукт один раз в год или несколько раз в год, то, соответственно, и обращение к этому клиенту, не обязательно встречи, это могут быть и телефонные обращения, и письма, и так далее, их необходимо приурочить к тем моментам, когда действительно для клиента это актуально, и тогда же встречи проводить. Если продукт связан с неритмичными продажами, которые клиент может совершить несколько раз в течение всей жизни, то обращаться к нему и проводить встречу нужно тогда, когда есть что ему сказать, когда есть некая новая важная ценная для клиента информация, появление нового продукта с интересным для клиента функционалом, с более ценными потребительскими свойствами, какая-то маркетинговая кампания, проводящаяся в течение определенного периода, когда клиент может получить продукт за существенно меньшие деньги, чем обычно. и так далее. Какие-то ситуации, когда компания может что-то ценное, полезное клиенту предложить. К таким моментам необходимо приурочить общение с клиентом, в том числе и встречу. А просто навязывать ему свое общение вне продуктовой ситуации, это практически всегда вредно. Максим, еще к вам вопрос. По вашему мнению, целевая аудитория вашей программы, для кого она максимально полезна? На самом деле, у меня есть опыт большой проведения таких программ и в корпоративном формате, с компаниями большими, для которых продажа это серьезная и отлаженная часть бизнеса, а также в аудитории среднего и малого бизнеса, когда моими слушателями были те, у кого серьезные проблемы с ресурсами и соответственно необходимо придумывать некие нестандартные творческие решения имеющихся проблем. На самом деле, подходы в целом примерно одинаковые, хотя есть, естественно, своя специфика, когда работаешь с крупным бизнесом и когда работаешь с SMB. Но я в целом все-таки полагаю, что конкретно семена 30-го числа будет интересен и для тех и для других. Спасибо. Еще вопрос из чата. Согласны ли вы, что в каждой сфере продаж есть сезонность и как с ней бороться? Не в каждой сфере продаж естественно есть сезонность, но часто это встречается. и на самом деле бороться с этим чаще всего не надо. Это надо использовать. Но понятно, что и способы борьбы тоже есть, если для компании это становится проблемой. Это довольно длинный разговор, я там сейчас не готов их все перечислять, таких способов на самом деле десятки, но самый правильный подход это масштабировать ресурсы компании в соответствии с потребностями рынка. И если продажи сезонные, часто имеет смысл расширять штат продавцов именно в сезон. А когда соответственно сезон проходит и компании приходится переключаться на какие-то другие менее маржинальные направления деятельности, предложения других продуктов, этот штат можно сокращать. Вот именно в кризис такая пульсация в продажах, она действительно оправдана и практически всегда работает. Ну и наверное завершающий на сегодня уже вопрос. Самир спрашивает, можно ли сохранить клиентов премиум-класса в период кризиса? Насущная видная тема для премиума. Понятно, что насущная тема. Вы знаете, тут ведь надо понять, что такое сохранить для начала. То есть продавать им в период кризиса может оказаться невозможно, потому что как раз клиенты премиум-класса это те люди, которые очень сильно считают деньги и хорошо соображают, когда именно совершать те или иные сделки. Поэтому часто продать им не удается, а вот сохранить их, удержать как своих потенциальных клиентов, да, возможно, просто надо иметь доготовое предложение, которое следует сделать этому клиенту ровно в тот момент, когда станет понятно, что действительно кризис заканчивается и активизируется потребительский спрос в лакшери сегменте. Но при этом на что точно надо обратить внимание, на то, чтобы этого клиента не перехватили конкуренты. Поэтому нужно постоянно мониторить свой сегмент рынка, свою отрасль. И если становится понятно, что появилось активное демпинговое предложение со стороны кого-то из конкурентов, вот тут, к сожалению, приходится это предложение перебивать, чтобы к этому конкуренту ваш клиент не ушел. Максим, а вот вы говорите очень много о кризисе. Это я сегодня говорю о кризисе, на самом деле. Тема, тема. Да, я вот хотел именно к кризису вернуться. Вот все-таки в моем понимании, исходя из самого слова, что значит кризис, это все-таки переходный этап некий, это некий слом. То есть тот момент, когда что-то случилось и есть показатель того, что что-то не работает, что-то не так. Так вот в вашем понимании вы говорите кризис кризис, все-таки это на послекризисные явления. Это что? Это когда фирма не вышла на какие-то показатели хорошие? То есть это кризис, мы говорим, это когда у всех плохо, а у меня, например, хорошо, может такая ситуация быть? Или это когда мне у всех без разницы, это у меня плохо, кризис? Я понял вас. Нет, на самом деле, конечно, имеется в виду первое, из того, что вы рассказали. Потому что ситуация, когда у всех хорошо, а у вас плохо, это не кризис. Это ваши внутренние проблемы, их надо решать и обсуждать отдельно. Как вы правильно говорите, кризис – это действительно, когда что-то случилось. Но просто к сожалению или к счастью, мы очень часто понятия не имеем, что же такое случилось. Это очень такие серьезные научные проблемы, понимать истоки каждого кризиса. И далеко не всегда ведущие экономисты и нобелевские лауреаты могут эти самые истоки объяснить. Часто могут, но объясняют совершенно по-разному. Разные крупные теоретики. Поэтому есть очень четкий и понятный индикатор кризиса. И о нем я сегодня много раз сказал. Это индикатор кризиса, это падение платежеспособного спроса. Почему это произошло? Это такой интересный теоретический вопрос, но нас как бизнесменов чаще всего он волновать не должен. Мы просто фиксируем этот факт, что спрос на рынке падает по каким-то причинам. Часто психологическим, потому что у людей в массе своей, у людей и у компаний, которые часто ведут себя так же, как отдельные люди, у них возникает сначала предкризисное поведение, ожидание кризиса, а потом ощущение этого кризиса, и в связи с этим они резко схлопывают расходную часть своих бюджетов. И сегодня мы говорим ровно о том, что делать в этой ситуации. Как-то так. Теперь точно завершающий тогда. Последний вопрос. Просто более такой узкий. Что правильнее, расширять область знаний продавцов или углублять их узконаправленные знания и таланты? Вы говорили о том, чтобы обучать продавцов. Что вот? Это опять же немножко зависит от специфики бизнеса, но чаще всего правильнее, конечно, их четко затачивать на те задачи и цели, которые перед ними стоят. И самое главное, что должен знать продавец, это в совершенстве знать свой продукт. в плане знания продукта тут конечно никакие дополнительные знания, никакое дополнительное обучение не помешает. Это точно. Знания инфраструктурных вещей, как заполнять документы, подписывать договоры, как вводить необходимые данные в компьютер и извлекать данные из информационных систем, как пользоваться всеми маркетинговыми материалами, которые есть в компании. Вот это все, это те знания, которые продавцам необходимы и вот на обучении их этому экономить неправильно. Отдельная тема это их коммуникационные навыки, умение непосредственно продавать, общаться с клиентами, использовать те или иные скрипты продаж, но хочу обратить внимание, что вот этот навык крайне важный, он все равно базируется на знании продукта, который первичен. спасибо вам огромное. Спасибо за внимание. Надеюсь до встречи 30 числа. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова